Здравствуйте! Как уже анонсировала моя коллега Наталья Буслаева, мы продолжаем свою работу и работаем в прямом эфире. Сегодня у нас в студии Александр Александрович Черемных. Здравствуйте! Вы первый раз у нас в гостях, поэтому я хочу представить нашим телезрителям, какой должность вы занимаете. Александр Александрович работает заместителем главы администрации Ленинского муниципального района и курирует вопрос о ЖКХ. Поэтому наш сегодняшний эфир будет посвящен этой теме. Насколько известно всем, готовь с Аней летом, а телегу зимой. Ей же этой пословице следуют и работники ЖКХ, когда заканчивают отопительный сезон весной, тут же начинают подготовку уже к следующему. Наша студия, телекорреспонденты нашей студии не так давно, прям буквально на днях, побывали в вашей управляющей компании, чтобы посмотреть, насколько район готов к пуску тепла. Давайте вместе посмотрим этот репортаж, а дальше мы продолжим обсуждать эту тему. Давайте. Вот и пришла пора, когда не хочется вылезать из-под одеяла, потому что на улице уже достаточно холодно, а отопления в квартирах еще нет. Почувствовав на себе первые морозы, начинаешь думать о предстоящей зиме. А особо дотошные люди задумываются о том, насколько жилищно-коммунальное хозяйство позаботилось о них в преддверии отопительного сезона. Подготовка к зиме начинается сразу же после окончания отопительного сезона. Хотя работу мы до сих пор еще продолжаем, потому что сейчас еще на улице тепло, мы не вывешиваем пружину, потому что опыт уже показывает. Если мы повесим сейчас пружину, как только начнется отопительный сезон, житель будет их или снимать, или растягивать. И потом, неоднократно, нам придется их восстанавливать. На счету управляющей компанией ЖКХ 590 домов. Все они после окончания отопительного сезона были опрессованы и сданы теплооснабжающей организацией для дальнейших работ. На сегодняшний день остались лишь мелочи, как, например, те самые пружины на входных дверях подъезд. По мнению экспертов, они очень помогают сохранять тепло. Помимо этого, продолжается текущий ремонт в жилых домах, в том числе герметизация швов, утепление промерзающих панелей, замена кровли. Но перед коммунальщиками стоит задача не только сохранять тепло в наших домах, но и обеспечить чистоту на дорогах. Есть хорошие послодицы, готовятся они летом, поэтому техника была проверена, все в готовности. Конечно, как бы работники ЖКХ не готовились к отопительному сезону, всегда есть вероятность каких-либо сбоев. Но коммунальщики уверяют, что все они немедленно будут устраняться, и видновчане этого не заметят. Отопление же многоквартирные, дома и учреждения поступит, когда среднесуточная температура плюс 8 градусов будет держаться в течение пяти дней. А пока запасайтесь обогревателями, пледами и горячим чаем. Юлия Погосян, Алексей Иванов, Павел Игнатьев, Елена Кошелева, Видное ТВ. Ну, вкратце нам корреспондент рассказал, какие были работы проведены. Я так думаю, что это только часть, верхушка айсберга. Для того, чтобы подготовиться к отопительному сезону, идет неимоверная работа. Так ли это, что вы делали? И оценка вашей подготовности на сегодняшний момент. Добрый вечер, уважаемые жители Ленинского муниципального района. Действительно, вы правы, работа проведена достаточно большая. И в соответствии с данной поговоркой о том, что с Аней надо готовить заранее, постановление о подготовке жилищно-коммунального комплекса района к отопительному периоду следующего года было издано 10 февраля, то есть еще задолго даже до окончания отопительного сезона. В настоящее время в соответствии с данным постановлением готовность объектов инженерной инфраструктуры в Ленинском муниципальном районе к отопительному сезону составляет 100%. Всеми нашими предприятиями были выполнены запланированные работы. Наши предприятия коммунального хозяйства полностью готовы к работе в зимних условиях. Были подготовлены 26 котельных, 48 центральных тепловых пунктов. Если в трубопроводы, в двухтрубном исчислении это практически 85 километров. Были проведены работы по замене трубопроводов в некоторых местах. Также были подготовлены все водозаборные узлы насосной станции. Были заменены также трубопроводы водоснабжения. Все 220 километров трубопроводов также подготовлены. Подготовлены конвенционные сети. Подготовлены трансформаторные подстанции и кабельные воздушные линии электрических сетей. Также в соответствии с законодательством в районе проведены запасы топлива. В рамках выполнения этих работ было затрачено чуть-чуть более чем 100 миллионов рублей. Также администрацией района издано постановление о начале отопительного сезона 2015-2016 года. Согласно которому это обусловлено 354-м постановлением правительства РФ. Приступить к отоплению жилищного фонда мы можем, как уже говорили в новостях, когда среднесуточная температура наружного воздуха в течение пяти суток будет ниже плюс 8. Пока еще теплее. Да, пока теплее, но и Московская область, и мы внимательно мониторим и прогнозы погоды, и, соответственно, пробные топки у нас на котельных уже произведены. То есть в случае, если вдруг погода с нами пошутит как-то нехорошо, мы готовы, соответственно, оперативно начать отопительный сезон. То есть не будет, как, знаете, все время шутят в последнее время. В России зима пришла незаметно. Вы готовы? Мы готовы. Также у нас, соответственно, проведены работы по подготовке аварийных бригад. Ну, случаи бывают разные, да, мы ни от чего не застрахованы. У нас были истории, когда вот и ледяной дождь был и прочее. То есть мы готовы оперативно реагировать и оперативно решать эти вопросы. Наверное, стоит затронуть тему отопления учреждений таких, когда школьные, больницы, тоже будут туда поставлять тепло, только когда 5 суток будет держаться среднесоточная температура такая? Нет. Значит, по объектам социальной сферы, в первую очередь, это, конечно, школы, детские сады. Поставка тепла началась сегодня пробная. Да, завтра будет следующий этап. И к понедельнику у нас все вот эти вот учреждения, все будут уже с теплом, все будут теплыми, и детишки смогут пойти, соответственно, уже в теплые классы. Еще вопрос, вот как от жителей, обывательский такой вопрос. Как только начинается отопительный сезон, соответственно, включается счетчик по отоплению и капает коммунальные услуги по-другому. Да, совершенно верно. То есть если погода нас будет баловать, и будет тепло еще долго, и, допустим, раньше начнется весна, то люди сэкономят на отоплении. Да, да, сэкономят и люди, соответственно, сэкономят и теплоснабжающие организации, потому что мы не будем ввести расход газа, который мы затрачиваем на производство тепловой энергии. И если погода нас вдруг побалует очередным так называемым бабьим летом, то, соответственно, мы все, помимо удовольствия от приятной погоды, получим еще и экономию денежных средств. И погода еще может спасти нас вот от чего. Каждый год уже несколько лет в Ленинском районе проходит комплексное благоустройство. Оно запланировано заранее, и работа ведется в комплексе в нескольких дворах. Мы получаем ежегодно красиво оформленные новые дворы, новые парковки. Все это красиво вписывается в пейзаж городской. Но вот какое дело. Вот в 2015 году, к сожалению, не все адреса в городе Видное успели сделать до холодов. И начали вроде бы ремонт, но он до сих пор не закончен. Почему не уложились сроки? И будет ли хотя бы до конца года, если так спрашивать, успеют ли? Да, значит, совершенно справедливое замечание. Мы всю эту ситуацию знаем, держим на контроле. И я, и другие сотрудники администрации ходим на эти стройки, на эти дворы. Все это мы видим. Значит, ситуация следующая. У нас в этом году на территории района было запланировано комплексное благоустройство 34 дворовых территорий. Из них 22 двора — это городское поселение Видное. Значит, в поселениях у нас работы завершились в срок. В Видном, к сожалению, вышло так, что в некоторых дворах работы до сих пор не завершены. Значит, здесь ситуация в том, что, к сожалению, нас немножечко подвел подрядчик. Были определенные недопонимания в части оформления бумажного всей этой работы. Но в настоящее время, в том числе при участии главы района, все эти замечания сняты. Работы сейчас продолжаются. Единственное, что попросил подрядчик, это двинуть срок до 31 октября. То есть у нас... Через месяц будет. Да, у нас 1 ноября все эти территории должны быть полностью закончены. Значит, согласно требованиям Московской области есть стандарт благоустройства. Комплексное благоустройство в каждой дворовой территории включает в себя 6 обязательных элементов. Это детская площадка, это площадка для отходов, это освещение двора, озеленение, парковка и инфостенд. Соответственно, мы будем принимать, когда эти работы, городское поселение будет принимать, мы будем принимать в этом участие. Мы обязательно будем проверять на соответствие вот этому вот региональному стандарту. Поэтому вот... А те площадки, которые сделаны, те дворы принимали именно по такой же схеме, скажем так? И, кстати, где успели сделать? Кому повезло? Успели сделать по нескольким адресам по ПЛК. Значит, мы также там очень серьезно подошли к двум еще моментам. Это само качество работы, потому что очень много было жалоб на это, да? И к тому, чтобы на будущее более, скажем так, внимательно и вдумчиво формировать задания для подрядчика. Потому что очень часто получается, что какая-то буквально мелочь, да? Где-то можно было бордюр повыше сделать, и уже, допустим, человек на машине не может заехать на газон. К сожалению, у нас до сих пор, ну, в связи с тем, что дворы узкие, машин очень много, ну, ни для кого не секрет, что практикуется, к сожалению, такая история, когда люди ставят на газон автомобили. Вот. Поэтому мы со своей стороны, как администрация района, будем оказывать помощь городскому поселению, видное, в приемке этих работ, да? И следить за качеством, потому что, ну, мы все заинтересованы в том, чтобы город у нас все-таки преображался в лучшую сторону. По всем жалобам, которые наблюдались вот по вот этим вот территориям дворовым, значит, хотел бы сказать, это не секрет о том, что мы сейчас в администрации района очень внимательно относимся к коммуникации с жителями, в том числе это коммуникация через социальные сети. И большое спасибо неравнодушным людям, которые живут в этих дворах, о том, что они публикуют фотографии, какие-то свои замечания, потому что, ну, кто лучше знает этот двор, чем люди, которые там живут. Мы, соответственно, это все видим, обрабатываем эту информацию и используем ее в работе. Сан Саныч, а вот следующий вопрос от Валентины Ивановны Баниной может быть также связан вот с тем ответом, который мы сейчас с вами обсуждали. Когда сделают асфальт у подъезда по улице Строительный дом 4, два месяца назад сломали старый, а нового до сих пор нет. Как я уже сказал, все работы по лугоустройству дворовых территорий должны быть завершены. Это крайний срок, 31 октября 2015 года. Соответственно, этот адрес возьмем еще дополнительно на контроль. Я думаю, что срок на этот раз уложимся. Я хотела бы затронуть тему капитального ремонта. Теперь все собственники многоквартирных домов платят в коммунальных услугах. У них есть такая строчка за капремонт. Существует база региональных операторов, куда эти деньги стекаются. И, соответственно, потом проходят уже те ремонты, на которые эти деньги предназначались. Скажите, вот эти накопления, которые пошли, вылились ли в Ленинском районе в те ремонты, которые люди ждут? Да, эти накопления вылились в конкретные ремонты. Так у нас в программе на этот год по Ленинскому муниципальному району включены 117 многоквартирных домов в программу капремонта. Из них 92 дома – это городское поселение Видное, 7 домов – это Горки Ленинские, 7 домов – это Булатниковское поселение, 2 дома – это сельское поселение Володарское, 3 дома – в Развилке, 2 в совхозе Ленина и 4 в Молоково. Сан Саныч, вот вы сказали, что в городском поселении Видное были эти ремонты, и мы их снимали, поэтому я предлагаю посмотреть репортаж. Кровля крыши любых зданий постоянно подвергается агрессивным воздействиям, таким как атмосферные осадки, ультрафиолетовое излучение, механические нагрузки, вызванные весом самой конструкции. Все это может привести к возникновению различных дефектов и постепенному разрушению материалов кровельного покрытия, к снижению эффективности защиты здания. После продолжительных дождей у жительницы последнего этажа 12-этажного дома номер 31 по улице Строительная в квартире образовались протечки на потолке и разводы на стенах. По стенам текла вода, хорошо, что между стенами и вот этот угол, правый угол в комнату, как зайдешь, обои отклеились. Ну, я их приклеила опять туда. Не очень там, но видно. А вот угол рыжий весь и не клеится даже. Ну, будем решать компанией, которая кроет крышу. С 1 января 2014 года вступили в силу поправки к жилищному кодексу Российской Федерации. В основном это коснулось введения взноса на капитальный ремонт. Уже с мая 2014 года жители начали оплачивать эти взносы. Программа капитального ремонта в Московской области по замене кровель вступила в силу и в городе Видное. В 2015 году ремонт запланирован в 108 домах. В феврале и марте 2014 года мы подавали список домов, которые самые проблемные у нас. Мы подготовили документацию. Это собрание, дефекты ведомости, смерти. Направляли в администрацию. Администрация направляла в Министерство строительного комплекса в Московской области. И был формирован краткосрочный план капитана ремонта. Дом номер 9 в Пионерском переулке находится в зоне обслуживания структурного подразделения новация управляющей компанией ЖКХ. На данном объекте кровлю меняют впервые. На данный момент в июле месяце был подписан акт открытия объекта. Но работы в связи с погодными условиями, которые не позволяли заниматься ремонтом кровли, были немножко сдвинуты. На данный момент региональный оператор в полном объеме производит работы по замене кровли. То есть деревянных конструкций и покрытие непосредственно кровельного. На данный момент в городе Видное работы по ремонту кровель ведутся в 26 домах. Также в этом году планируется замена лифтов и ремонт системы отопления. Наталья Буслаева, Евгений Петров, Елена Кошелева, Видное ТВ. Получается, это практика первого года такие капитальные ремонты за счет средств самих собственников и которые выделяются от регионального оператора. Как вы оцениваете начало вступления вот этой программы в Ленинском районе? Ну, в целом, мы оцениваем реализацию этой программы положительно. Конечно, как и любая работа, она не бывает без каких-либо проблем. и сюжет это показал. Действительно, были такие ситуации, когда кровли были вскрыты. В этот момент, вроде бы, по прогнозу погоды, дождей никаких не предвиделось. Подрядчик, видя эту информацию, позволил себе оставить кровли вскрытыми. И у нас действительно есть несколько адресов в городе, где произошли вот такие вот подтопления квартир в ходе вот этих работ. Значит, ну, здесь, соответственно, я хотел бы сказать о том, что до тех пор, пока подрядчик не урегулирует ущерб с пострадавшими, никто ему акты не подпишет. То есть, подрядчик эту проблему обязательно решит. Вот. В целом, программа очень нужная. Она позволяет действительно делать очень много ремонтов одновременно. мы понимаем с вами, что, к сожалению, ни мы не молодеем, ни дома у нас не молодеют. И действительно, дома год от года все больше нуждаются в ремонте. Также хотел бы сказать, что на сайте регионального оператора можно получить информацию о том, на какой год включен ваш дом в программу капитального ремонта. Если же жители считают, что дом требует все-таки капитального ремонта, скорее, они могут обратиться к нам. Мы эту информацию направим в фонд. На рассмотрение. Да. Эта информация будет рассмотрена и, возможно, сроки будут пересмотрены. То есть, можно сделать прецедент такой. Да, мы попробуем этого добиться, если это действительно так. И ремонт нужно делать сейчас. Александр Александрович, я вот задавала вам вопрос по строительной и сказала, строительный дом 4, а это строительная улица дома 11 просто у четвертого подъезда. Валентина Ивановна, поэтому вы не беспокойтесь, вот ваш адрес точно прозвучал. А у нас поступают вопросы еще от других телезрителей, как раз касается нашей темы, когда мы говорили, принимаем благоустройство по определенной программе. На Советской 6 провели благоустройство, сделали парковку, но не сделали тротуар и не поставили столбики. Обещали сделать с прошлого года, до сих пор ничего нет. Александра Васильевна спрашивает, как быть дальше? Ну, Александра Васильевна, вы обратились, я просто поясню, значит, ситуацию немножечко. Это благоустройство, которым у нас занимается городское поселение Видное напрямую, да, поэтому мы не являлись заказчиком этих работ, соответственно, мы сейчас посмотрим документацию и степень выполнения этих работ, и я думаю, что в срок, который я уже обозначал до 31 октября, эти работы будут так или иначе проведены. В принципе, люди могут требовать благоустройства, особенно если они платят за коммунальные услуги, они задерживают. К чему я это веду? А веду я это к неплательщикам. Те люди, которые имеют долги по услугам ЖКХ, тем не менее, услугу, которая предоставляется для всех, они получают. Как быть? Вот каким образом вы выходите из этой ситуации? Много ли сейчас у нас этих неплательщиков? Как вы с ними боретесь? И как увещевляете их? Ну, наверное, я достаточно краснолечиво вздохнул. Действительно, проблема очень серьезная, и мы с вами все живем в одной стране, да, мы понимаем, что у нас сейчас довольно сложная экономическая ситуация, и курсы вот эти скачущие и так далее. Действительно, наблюдается такая тенденция, что неплатежи увеличились, к сожалению. И здесь ну, всегда нужно, на мой взгляд, подходить, конечно, индивидуально. Есть злостные, условно говоря, неплательщики, люди, которые не платят в принципе, считая, что им не имеют они такой обязанности, да, есть люди, действительно, попавшие просто в трудную жизненную ситуацию, которым нужна какая-то помощь, может быть, рассрочка. Значит, какая у нас проводится работа? Значит, ну, все знают, что мы сначала направляем предупреждение о необходимости погашения долга, дальше мы можем ограничить для должника получение каких-то необходимых документов, справок, и так далее. Но, опять-таки, это тоже до полной либо частичной оплаты за должности. Также мы, но при этом, при всем, мы всегда идем на встречу гражданам, которые имеют долг за коммунальные услуги, но при этом хотят как-то эту проблему решить, то есть мы идем на то, что, если гражданин подписывает соглашение специальное, мы, соответственно, идем ему навстречу и даем рассрочку на погашение этого долга. Без исключения пений? Да, там есть различные варианты, всегда можно найти индивидуальный подход к каждому конкретному случаю. Также мы проводим, конечно, информационные мероприятия, это и статьи в прессе, это и сюжеты на телевидении, но здесь, я думаю, что все должны понимать, что в случае, если у нас происходят неплатежи, дальше все идет по цепочке, управляющая компания начинает копить долги за ресурсы поставленные, ресурсники нашего района начинают копить свои долги перед ресурсниками Московской области и дальше все это вот так накапливается. Поэтому здесь мы стараемся, конечно, очень активно вести работу с должниками, потому что это один из таких, скажем, очень важных направлений нашей работы. Пока, конечно, выкручиваемся, но бывают ситуации, что приходится подавать в суд, взыскивать принудительно эти деньги, причем хочу также сказать, что при задолженности свыше шести месяцев уже могут применяться такие меры, к должникам как выселение из муниципального жилья, переселение в жилье с худшими условиями. Прецеденты были? такие прецеденты были, в том числе не в этом году, по-моему, года два назад даже в нашем районе были такие прецеденты. Вот, поэтому здесь о чем хотелось бы сказать и попросить, пожалуйста, уважаемые жители Ленинского муниципального района, старайтесь своевременно оплачивать коммунальные услуги, потому что от этого зависит в том числе и насколько у вас в домах будет тепло, светло. Дело в том, что кто не платит, он подводит тех, кто платит регулярно. К сожалению, да. То есть из-за того, что в итоге у нас по какому-то, допустим, дому есть долги, мы не можем выполнить какие-то работы своевременные, от этого страдают добросовестные платильщики. Но сейчас, насколько я знаю и я думаю, что телезрители это тоже слышали, сейчас на уровне Российской Федерации этой проблеме тоже уделяется достаточно много внимания и прорабатывается вопрос о том, что пение за просрочку коммунальных услуг, в том числе за просрочку, вот я знаю, что есть тоже такая достаточно распространенная проблема, что люди не хотят платить за капремонт, вот этот взнос отдельный, вот, и прорабатывается вопрос о том, чтобы пение за вот эти вот долги были не как сейчас достаточно низкими, да, а приравнены к средней банковской ставке условно, то есть это будет серьезное пение и там хочешь не хочешь придется все-таки как-то платить. Вот мы с вами подобрались к теме тарифов, ежегодно тарифы повышаются, потому что повышается цена на энергоносители, скажите, насколько они изменились, по-моему, это было с 1 июля изменение тарифов, какие они стали? Ну, у нас с вами в этом году в июле произошло, скажем так, ну, достаточно редкое событие, у нас тарифы не поменялись. Совет депутатов Ленинского муниципального района своим решением от 18 июня сохранил размер платы за содержание и ремонт жилого помещения на уровне своего постановления от 14 года. То есть рост коснулся тарифов за водоснабжение то есть это было у нас 5 процентов за холодное водоснабжение значит и за горячее в том числе тоже 5 за водоотведение на 4,3 процента и за теплоснабжение практически на 9 процентов. А вот тариф за содержание домов остался прежним. то есть здесь как бы ну все прекрасно понимают, что ситуация довольно сложная поэтому мы стараемся тоже как-то вот и депутаты со своей стороны постараться вот очень плавно как-то поднимать тарифы то есть не поднимать их к сожалению невозможно потому что действительно растет и цена энергоносителей и растет стоимость ремонтных работ и увы это объективная необходимость. Поступает вопрос телезрителей Лидия Васильевна Федотова у нее два обращения к вам первая просьба по адресу ПЛК-14 поменять окна в подъездах дом 70-х годов окна в ужасном состоянии и Лидия Васильевна уже задает еще одну один вопрос просит сделать нормальную детскую площадку так как детям негде играть в связи с этим дети ходят на площадку воркаут где уже взрослые занимаются еще раз ПЛК-14 Я себе сейчас помечу касательно окон нужно будет нам уточнить скорее всего на доме накоплено достаточно денежных средств для этой операции нужно будет провести некоторые формальные процедуры это общее собрание решения о замене окон и такая практика есть у нас в том числе в городском поселении видно я думаю что успешно мы эту проблему решим что касается детских площадок здесь значит ситуация следующая сейчас очень жесткие требования к детским площадкам там есть определенный набор благоустройства который должен быть рядом с площадкой это определенное покрытие мягкое это определенные горки определенные малые архитектурные формы так называемые то есть качели и все прочее к сожалению у нас есть еще дворы в которых стоят еще старые вот с советского времени оставшиеся нестандартизированные скажем так площадки которые к сожалению или к счастью под этот стандарт уже никак не попадают поэтому эта работа она тоже планомерно ведется очень часто бывает также от жителей поступают жалобы на то что вот срезали площадку но здесь я хочу сказать что поймите власти не могут не срезать эту площадку потому что ее запрещено эксплуатировать опасно она опасна просто для детей были к сожалению такие случаи когда дети получали травмы и в Москве и у нас в городе видны и в городе видны были поэтому здесь мы вынуждены срезать эти площадки мы со своей стороны и власти городского поселения видны стараемся оперативно производить замену этих площадок делать их в соответствии с новыми требованиями то есть вот эти современные хорошие новые площадки поэтому мы обязательно посмотрим в какой срок там планируется установка площадки потому что конечно даже по закону дети на таких площадках для воркаутов где занимаются взрослые дети они конечно там гулять не должны то есть там есть градация площадок по определенному возрасту следующий вопрос от Светланы между ПЛК 19.2 и гимназии идет стройка вырыли ямы разбили асфальт когда закончится строительная работа да это тоже известная достаточно проблема значит там производится у нас по этому адресу прокладка водовода от объекта который у нас в ближайшее время будет построен это новый водоразборный узел значит работы эти производит компания Мортон и срок у них окончания этих работ до 1 ноября то есть мы со своей стороны этот вопрос не то чтобы не бросаем а по несколько раз в неделю мы встречаемся с представителями Мортона и каждый раз когда у нас встреча происходит мы им напоминаем о том что эту работу обязательно нужно закончить Александр Александрович вот сейчас сухо и пройти там возможно а до 1 ноября возможно что там будет и слякотно а там как раз проход ко всем учебным заведениям и дошкольным и гимназии седьмая школа можно держать на контроле еще если Мортон занимается чтобы сделали настил для прохода обязательно мы не допустим там ситуации когда у нас дети не смогут попасть в учебные заведения то есть обязательно будет организован тротуар в случае если эти работы не успеют завершить или у нас зарядят дожди до совершения этих работ вот ну будем держать на контроле следующий вопрос от Чевелева Галины Алексеевны он требует конкретного ответа я не думаю что у вас сейчас список есть домов которые попадают под капитальный ремонт звучит он так когда будет капитальный ремонт по улице Садовой дом 40 а вот вопрос от Арсения Сергеевича звучит следующим образом какие работы включает в себя капитальный ремонт значит здесь по первому вопросу я еще раз говорю что можно это уточнить на сайте регионального оператора у меня конечно списка с собой нет значит что касается работ которые включаются в понятие капитального ремонта это прежде всего работы по ремонту внутридомовых инженерных систем то есть это электротепло газа водоснабжение водоотведение это ремонт кровли это ремонт фасада это ремонт либо замена лифтового оборудования в случае если оно признано непригодным к дальнейшей эксплуатации также это включает в себя ремонт лифтовых шахт если он требуется это ремонт подвальных помещений относящихся к общему имуществу на квартирном доме и ремонт фундамента квартирного дома в частности вот на конкретном примере могу рассказать что у нас в следующем году в сельском поселении Развилковское в двух домах будут проведены работы по полной замене инженерного оборудования то есть это стояки водоснабжения в подвале все необходимые задвижки трубы то есть эти все работы комплексно будут выполняться Александр Александрович а вот если это новостройка совершенно новый дом туда заселились люди уже платят строку отчисления на капитальный ремонт когда им ждать своего ремонта дом-то новый есть какие-то сроки которые прописаны каждые 10 лет каждые 15 не знаю ну раньше эти сроки устанавливались на уровне до 25 лет значит сейчас действительно такая ну не то чтобы проблема да этот вопрос широко обсуждается когда люди говорят о том что у нас дом новый зачем мы будем сейчас собирать а вдруг что-то произойдет с нашими деньгами ну здесь как бы хотелось бы что отметить что деньги адресные то есть такой ситуации что деньги собранные допустим по одному дому будут потрачены на другое на законном не предусмотрена эта ситуация поэтому здесь переживать не нужно и там есть еще одна возможность когда собственники могут собрать вот сейчас также проводится большая работа по созданию советов многоквартирных домов залезать в эту копилочку могут могут просить фонда проводить какие-либо работы ну ситуации разные бывают где-то может быть дом новый да допустим была какая-то инженерная ошибка там например ну условно фундамент что-то вдруг произошло да то есть понятно что никто не будет ждать 25 лет для того чтобы эти работы сделать поэтому вот хотелось бы тоже также призывать жителей района все-таки как-то более активно участвовать в этой жизни да вот я например могу сказать я у себя в доме где я живу я старше по дому то есть мы с соседями у нас есть действительно такой актив который вот позволяет нам в том числе эффективно взаимодействовать с фондом капремонта вот и если мы все немножечко с вами будем чуть менее равнодушны по отношению к нашим домам то я думаю что и эти вопросы вопросы ремонта и вопросы благоустройства у нас все-таки будут решаться как-то более быстро в спокойном режиме в рабочем режиме и я думаю что все у нас получится в итоге обращение от Кутузова Игоря Викторовича рядом с домом 23 по улице строительной сделали недавно тротуар но он уже весь в трещинах к сожалению да такие вопросы бывают здесь нужно будет сейчас нам разбираться то есть что было нарушено то есть либо это технология нарушена в общем мы будем здесь работать с подрядчиком на эту тему потому что ну естественно и гарантийный срок существует и ну не может недавно сделанный тротуар быть разрушен там если это не было какого-то там злонамеренного механического воздействия на него то есть скорее всего там какие-то были проблемы с этими работами блочками не протупаешь конечно да трещин если вы только недавно сделали давайте обсудим вот какую тему она актуальна очень часто они говорят тема приборов учета тепла и воды что делается управляющими компаниями Ленинского района по поводу установки общедомовых приборов ну и соответственно хотелось бы обсудить вопрос установки счетчиков физических лиц ну да вопрос тоже очень важный актуальный значит был был период когда законодательство позволяло у нас управляющей компании устанавливать счетчики за счет средств накопленных на текущий ремонт в домах у нас такой опыт был в частности по городскому поселению видное в нескольких домах были установлены общие приборы учета и их установка позволила сэкономить денежные средства и это выразилось в том что на сэкономленные средства там были также заменены окна то есть все вот эти работы они направлены собственно на что на повышение так называемого энергоэффективности дома соответственно логика очень простая то есть заменили окна стало меньше тратиться тепла так же как вот пресловутые пружины да то есть эксперты действительно считают что это помогает действительно так то есть если у нас дверь настиж открыта мы с вами понимаем что мы топим улицу в данном случае вот сейчас есть программа в московской области по установке общедомовых приборов учета обходится достаточно затратная обходится в среднем порядка полумиллиона рублей на дом когда они себя окупают окупают они себя в зависимости от размера дома от количества потребляемых ресурсов ну в среднем вот первую экономию такую серьезную где-то это дает через два-три года начинает давать не сразу далеко не сразу не сразу но тем не менее это достаточно ощутимое средство я уже сказал что позволяет вот проводить какие-то работы в интересах опять-таки этого же дома поэтому сейчас вот в рамках этой программы значит у нас разработана своя программа районная мы сейчас занимаемся подготовкой конкурсной документации потому что это работы по оснащению они должны проходить через конкурс в ближайшее время у нас управляющая компания начнет информационную компанию по работе с жителями сообщая о необходимости о том какие меры что они дадут в итоге то есть эта информация жителям будет предоставлена а давайте во время в эфире коснемся вопросов и счетчиков на воду которые сейчас обязали установить с этого года физическим лицам а некоторые люди не устанавливают что в итоге как они потеряют в своих средствах из-за этого здесь значит ситуация следующая о том что действительно закон обязывает нас это делать и я из своего опыта могу сказать что в большинстве случаев установленные счетчики позволяют экономить потому что норматив по которому производится начисление но он во-первых зависит от количества прописанных и в случае если у вас в квартире прописано достаточно много людей это может быть очень затратно вот а в случае когда стоят счетчики действительно уже это позволяет достаточно ощутимо снизить плату за ресурсы и здесь нельзя говорить о том что придется ждать отбивки от счетчиков от установки 2-3 года если ты поставишь счетчики потрачусь то буквально через уже 2-3 месяца ты почувствуешь выгоду действительно эта выгода ощущается практически сразу потому что ну есть достаточно экономные люди современные приборы бытовые тоже достаточно экономно расходуют воду я имею ввиду стиральные машины посудомоечные машины у кого есть то есть они берут там 20-30 литров воды а если вы например моете посуду руками то очень часто это больше расход то есть здесь как бы это действительно вы во-первых видите свое потребление вы можете понять что у вас где-то что-то может быть сверхнормативное идет ставьте то есть мы говорим ставьте счетчики обязательно мало того еще будете переплачивать потому что к нормативу все время будет прибавляться какой-то процент да вопросы еще есть Светлана Михайловна спрашивает живет на школьной 73 почему в квитанции за воду по счетчику не указана сумма тарифа раньше указывали а сейчас нет ну здесь я к сожалению не вижу этой квитанции вообще должна быть указана я разберусь тогда посмотрим и от Матвеева Тамара Павловна большое обращение по советскому проезду возле магазина Дикси и дворик не убирают территорию а рядом с киоском открытый колодец поставили кирпич чтобы обходили сам колодец остается тем не менее открытым и по этому же адресу плохо работает лифт и подпрыгивает все время и в лифтах есть дырки ну значит по порядку по уборке территории значит в данный момент проводится также работа по закреплению территории за собственниками то есть после этого у нас не останется после этой проведенной работы никаких белых пятен мы всегда будем понимать чья это территория и кто ее обязан убирать вот ну естественно мы сейчас оперативно отреагируем завтра туда либо я выдвинусь либо кто-то еще да посмотрим что там действительно происходит с колодцем закроем также оперативно с лифтами соответственно нужно будет провести осмотр посмотреть что там с ними действительно происходит если кабина повреждена соответственно мы как-то тоже будем решать с ремонтом от Алексеева Райс Петровна обращение по адресу Битцевский проезд напротив стройки проложили деревянный настил он плохо сделан прогибается мне очень неудобно ходить там с коляской к сожалению да бывают тоже некачественно выполненные какие-то работы строителями обратим внимание Александр Александрович время эфира подошло к концу я благодарю за то что вы пришли еще раз напоминаю что у нас сегодня в студии был Александр Александрович Черемных заместитель главы администрации Ленинского муниципального района теперь наши эфиры проходят по четверкам и следующий четверг вы увидите встречу с Ольгой Геннадьевной Китиной директором троллейбусного парка города Видное благодарю за то что пришли потратили свое время ответили на вопросы наших телезрителей спасибо за приглашение на это обращаемся всего доброго до свидания